Каждую весну всем желающим предлагают проверить свою грамотность. Тотальный диктант состоялся 14 апреля. В этом году его написали в 80 странах. Искитимцы тоже присоединились к популярной акции. Диктант писали в Центральной районной библиотеке. Тотальный диктант – это всемирная акция, в которой любой желающий, независимо от своего возраста, социального положения и подготовки, может проверить свою грамотность. Когда-то диктант писали в аудитории Новосибирского государственного университета. Эта идея принадлежала группе университетских филологов. Сегодня акция стала настолько популярной, что диктант пишут даже в горах, в самолетах и в космосе. Тексты для образовательной акции готовят известные писатели. В этом году автором тотального диктанта стала Гузель Яхина. Одну часть своего текста она читала во Владивостоке. Он стал столицей акции в этом году. На некоторых участках площадки текст диктуют роботы синтезированным человеческим голосом. В рамках акции людям предлагают повторить правила на занятиях «Русский по пятницам», однако большинство участников приходят на диктант без предварительной подготовки. Мы спросили у горожан, что вызвало у них трудности в ходе написания текста. В самом первом предложении, ну оно самое длинное, самое сложное, ну а в принципе в остальном нет. А вообще в целом текст стилистически сложен был? Нет, нет, нет. Первое предложение было сложное, потому что именно разделить его на части было сложно, только поэтому. Как обычно вопрос со знаками пропинания, а так в принципе слава вообще в принципе нетрудная, да. Мы второй год ходим, я, дочь, внук, внучка. Ну в принципе интересно все, но себе проверить. А текст неплохой, но знаки пропинания. В том году я была отличницей тотального диктанта, получила пять. В этом году тоже решила попробовать свои силы. Сложно и легко было в этом году? Ну на самом деле текст хоть и написал писатель, но текст достаточно простой. Не то, что простой, а он там используют те слова, которые мы используем всегда в обычной жизни нашей. Поэтому было интересно писать. Были, конечно, там трудности какие-то, сомнения. Но я думаю, все удалось, получилось. Спасибо, что эта акция проходит в Искитиме тоже. Пунктуация, конечно, вызывает сомнения. Сорфография полегче, в принципе. Пунктуация, иногда начинаешь сомневаться уже, кое-что подзабыл. Как думаете, что получите? Надеемся на четверку. Проверка работы еще продолжается, но подробный разбор текста есть на сайте образовательной акции. Там же участники могут узнать о результатах. Продолжение следует...